ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Конвекционная спираль Как связаны воздушный шар, орел и змея? Все расскажем и покажем! Ловись, рыбка Как записаться в юные рыбаки? И кто такой карасенок? Ребята и зверята Что такое зоокампус? Насуха Ксюша приглашает в гости! И раз уж у нас в кадре появились животные, самое время обозначить тему нашего следующее сюжета Вы нам писали, звонили, просили рассказать о том, где могут отдохнуть дети летом Итак, зоокампус, Роев ручей, мыслик, продолжай! А что продолжать? Давайте скорее смотреть сюжет! Люблю зверюшек! Встаем ручки к солнышку, потянули, глубокий вдох сделали и вниз полностью опустились, все плохое выдохнули Назвать такое занятие уроком язык не поворачивается Однако это именно образовательный курс Недаром этот клуб дневного пребывания носит такое знакомое любому школьнику название кампус, зоокампус Слово кампус имеет латинское происхождение и обозначает поле или открытое пространство Впервые кампусом назвали территорию Принстонского университета в 18 веке Сегодня кампус – это любой университетский, институтский или студенческий городок И действительно, на территории Красноярского зоопарка настоящий город со множеством жителей Здесь живут верблюды, здесь орлы, здесь жирафы А вот специальный вольер для малышек саймери Кстати, у них недавно был праздник Прибавление в семье Обо всем этом нашей съемочной группе рассказали студенты зоокампуса Программа выстроена особым образом То есть она отличается от тех программ, которые реализуются на базе образовательных учреждений То есть в чем отличие? В том, что любой родитель может на любом этапе реализации нашей образовательной программы войти в нее и принять участие То есть это может быть один день Ребенок пробует, смотрит, нравится, не нравится Это может быть месяц, если это, безусловно, пришлось по вкусу Может быть неделя, может быть три дня То есть четко нет вот такой регламентации Что 21 день – это оздоровительный период И ребенок обязан отходить Абсолютно свободный график Расписание занятий на каждый день тоже разнится Есть и йога, и английский, ну и куда без поделок Здесь это экологически чистые сувениры Из глины или дерева Как раз сейчас Кампусятоваяют подарки для своих родных У кого-то выходит почти полоковская абстракция А вот Снежан нарисует очень реалистичного дельфина для младшего братика Я, наверное, синего и белого смешаю голубого и скрашу воду А сам дельфин у меня, наверное, будет синеньким Еще я добавлю немножко яркого солнышка для хорошего настроения Уж чего-чего, а хорошего настроения у ребят и правда Хоть отбавляй Каждый день новая история про одного из завитателей Сибирского парка флоры и фауны И новые впечатления Например, сегодня ребята общаются с отнюдь неробкой Гуанака Которая славится своей любознательностью и любовью к поцелуям И шустрой носухой Ксюшей Эта дамочка не сидит на месте ни секунды И буквально за минуту познакомилась сразу со всеми Кампусятами Акцент нашего клуба сделан на приближении детей к природе И мы хотим научить ребятишек общаться с животными То есть воспринимать их не как игрушек А научиться именно общаться и дружить с ними Вот, у нас они каждый день проводят два часа на конюшне Там они каждый день катаются на пони Играют в сказки и самоедами Вот, и учатся ухаживать за животными То есть их учат, как правильно расчесывать лошадок Как правильно кормить верблюдов Животные привыкают к ним, а ребятишки привыкают к животным Как и любой уважающий себя кампус Красноярский зооклуб работает круглогодично В каникулярное время А когда еще лишний раз повторять школьную программу по биологии Каникулы и правда не повод для лени А вы знали, если бизоном разогнаться до 200 или 150 метров То он может прыгнуть аж на 5 метров в высоту И еще в семье белых львов Лев сам почти не охотится Охотятся только самки Вот смотри, мыслик, мы с тобой увидимся несколько раз в неделю И то на работе А чем ты занимаешься в обычное время? Ну, сейчас лето И я загораю, читаю, смотрю познавательные фильмы Много чего В общем, понятно, развлекаешься А вот наша Катя, несмотря на каникулы Подготовила для наших зрителей самые интересные новости Какая молодец, Катя Ну что ж, тебе слово Рубрика Дневник Всем привет! В нашем крае начал действовать закон, который предусматривает поддержку студентов, выбравших красноярские вузы Выплаты будут получать очники, обучающиеся по определенным профессиям На сегодня утверждены около 80 Среди них педиатрия, лечебное дело, а также направления, связанные с педагогическим образованием и культурой Особый акцент на строительство, нефтяное и горное дело, металлургии, машиностроение, специальности лесной и сельскохозяйственной отраслей Ежегодный список профессий будет обновляться Первым делом все меры поддержки протестируют на студентах бакалавриата и специалитета К началу зимы будет решено, как распространить программу на аспирантуру и магистратуру И как видно, инженерное образование интересно красноярским юношам и девушкам Рекордное число заявок за 10 лет принято на участие в проекте территории инициативной молодежи Бирюса На первую смену Всероссийского образовательного форума подали заявки более полутора тысяч человек Технополис объединит молодых людей, занимающихся научно-техническим творчеством, развитием экономики и продвижением отечественных брендов, товаров и услуг Свою работу Тим Бирюса начнет 5 июля По итогам отбора на Технополис попадут 900 человек На этом все, пока-пока Хочешь увидеть интересный опыт или поставить перед нами сверхзадачу? Звони и пиши по всем этим адресам Ну а пока мы покажем тебе настоящую силу в науке О да, скорее в лабораторию! Всем привет! Сегодня я, профессор Знайкина, покажу вам замечательный эксперимент, для которого нам понадобится свеча, огонь и бумажная спираль Помните, если в эксперименте ты работаешь с огнем, соблюдай технику безопасности, а лучше проводи опыт в присутствии взрослых Для начала мы возьмем и зажжем нашу свечку Свеча горит И поднимем спираль над огнем Что мы можем наблюдать? Наша спираль начала двигаться Теплый воздух поднимается и заставляет кружиться нашу спираль Этот эксперимент показывает такое явление, как конвекция Ну что, расскажешь, что это такое? Конвекция Конвекция – это вид теплообмена, при котором внутренняя энергия передается струями и потоками Выглядит это так Нижние слои вещества нагреваются, становятся легче и поднимаются А верхние слои, наоборот, остывают и опускаются вниз Потом все повторяется, повторяется снова и снова Кстати, именно конвекция отвечает за образование облаков и движение тектонических плит земной коры А еще по этому принципу работает обычная батарея комнатного отопления Но если мы уберем огонь, спираль остановится и начнет крутиться в обратную сторону По инерции Инерция – это свойство тел оставаться в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения В отсутствии или превзаимной компенсации внешних воздействий Принцип действия силы инерции хорошо виден на примере работы ремней безопасности в машине Поэтому пристегивайтесь всегда А с вами было научное шоу «Открывашка» Ждите нас в следующей программе Продолжаем тему летнего детского отдыха Сюжетом о рыболовном фестивале для юных любителей водной охоты Да-да, есть у нас в крае и такое Итак, сколько рыбки нужно поймать для победы и кто же такой карасенок? Расскажем прямо сейчас Садок, крючки и наживка, поплавки, мушки и, конечно же, рыбешка Здесь для многих все первое Больше 80 ребят сразу из нескольких детских домов и реабилитационных центров края сегодня не скучают Им предстоит настоящий рыболовный батл Опыт – дело наживное, так что с места сразу карьер Только выйдя из автобусов, юные рыбаки начинают готовить снасти Надо вот так вот, видишь, с одной головки Себя как построишь, так и поймаешь, как бы Но настраиваться надо всегда на хорошее Соревнование разделено на два тура Сначала прикорм рыбы, ловля, перерыв на обед Кстати, кормят ребят только вкусной домашней пищей Потом опять лов Каждая команда состоит из трех рыбаков от 6 до 15 лет За ними закреплен отдельный участок озера и несколько волонтеров Как правило, это опытные рыболовы Они помогают ребятам знаниями и подбадривают, если не ловится рыбка, ни большая, ни маленькая Задача волонтера, во-первых, это чтобы посмотреть за ними Также соблюдение техники безопасности в первую очередь Ну и так, чтобы ребятишки отдохнули То есть даже на рыбалке бывает то, что если кто-то что-то не поймал Зато само общение с другими ребятишками и сам выезд на природу Само мероприятие носит благотворительный характер Живое общение, веселое заделье и опять же полезный навык Это самое малое, что мы можем сделать для детей в сложной жизненной ситуации, говорят организаторы Да, идея фестиваля не оригинальна, но в Красноярске вот уже 7 лет больше никто ничего подобного не делает Дети же растут в четырех стенах, для них любой выход А тут и рыбалка, и первая пойманная рыба, и удовольствие, конечно У нас все больше и больше народу, все больше волонтеров, все больше детей получается вывозить Уже мы возим очень много детей Это и Сосновоборск, и Гивногорск у нас, и Железногорск, и Саула Ну короче, практически все прилежащие к городу Красноярску детские дома вывозят По итогу дня проводится контрольный завес улова Кто поймал больше всех, тот и молодец Учитываются личные и командные заслуги Однако помимо простой радости от признания талантов, дети получают и материальные награды Средства на это, как и на покупку снастей и транспорт, из года в год собирают неравнодушные красноярцы Призыв о помощь находится на одном из рыболовных интернет-порталов И кто как, кто чем, кто где, но собирают по крохам все необходимое Первый Краевой тоже не остался в стороне В подарок от телеканала Добрых дел ребята получили сертификаты на полет в аэротрубе Приготовление сладких десертов и тренировку на авиасимуляторе И мы верим, что это хоть на чуточку, но сделало ребят счастливее Поймал, отпусти, сорвалось, не грусти Секрет рыбалки прост, держи удачу за хвост И на этом у нас все Напоминаю тебе, звони и пиши нам как можно чаще Запомни, вот эти адреса Мы ждем твоих новостей В конце концов, лето не повод для лени Узнавай мир и не забывай о каникулярном списке литературы Итак, пока-пока и пусть у тебя все будет на отлично Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok